Второй полуфинал 125 ФПС. Кап апреля 2014 года. Начинается прямо сейчас Килсон против Эша. Килсон начинает без красного. Есть и такое начало. Есть начало с красным, есть без. Нету здесь возможности прострелить. Эш нападает с шахтом. На желтый у нас ретируется Килсон. И сейчас немножко, мне кажется, разрядится обстановочка после этого шахта. Да, ну смотрите, как Эш там на втором этаже заныкался. Не дает забирать Килсон его шахтецким. Все равно он его забирает. Хотя для Килсона, как мы с вами прекрасно понимаем, самое важное, Рейл нападает здесь Килсон. Не очень удачно, но... Лол. Не очень неудачно, но все получилось. Молодец. Красава. Не на больших ФП. Меньше, чем на один Рейлган. Уходил там Килсон. Мега сейчас будет. И стэк, скорее всего, будет 200 на 100. Не слышно Эша рядом. Соответственно, на халяву забирает Килсон здесь Мегахелс. Перемещаться будет под второй красный. Рейлган еще один пополняет здесь. Скорее просто, чтобы не дать его забрать Эшу. Шардов нету. Вот это подозрительный момент. Потому что здесь, значит, рядом где-то находится у нас Эш. Это просто вот этот момент на Кьюре, вот это место, будет мне сниться, наверное, еще пару дней после предыдущей игры полуфинала. Если вы посмотрите, вы увидите, насколько божественно там отдоджился у нас Эвил. Возвращаемся к Эшу с Килсоном. Килсон ведет у нас один фраг. Неплохая базука. И хорошо подрейлил здесь Килсон. Такими рваными движениями он двигается немножко. Подскакивает изображение. Эш ожидал перед телепортом. Продолжает давить Килсон. Скорее всего, это будет фраг. Потому что стэк очень хороший был у Килсона. Имел он хорошее преимущество. И продолжает его, так сказать, реализовывать и набирать. Желтый лежит. Смотрите, какой Килсон, блин, красавица. За желтым пошел. Вообще читает сейчас хорошо карту. Подготовился, подготовился. Готов к он к игре. Нариспе не фортанул, действительно. Но есть тоже разные начала. Мне кажется, это зависело от начала Эша, что он очень хорошо там пропрыгал. Может быть, он просто спрыгнул вниз. Не стал через колонну прыгать. Это если обращаться к началу. А если обращаться к нужному нам сейчас с вами моменту. А это именно к реальному моменту. 200. 200 практически стэк у Килсона. 10 секунд до красных. Хорошее здесь нападение. Два директа уже зашло. И в виде не заходит. Блин, 6 хп остается. Переключается Килсон на рейл. 9 хп. Будет ли он забирать красный? Отступить тут нужно. Очень-очень жестко посыпались гранаты. Опасный момент. Сейчас 7 хп у Килсона. Можешь здесь продавить Эш? Да ладно, Эш должен был здесь давить вообще по-любому. Это не очень хороший момент сейчас для Эша. Отпускать Килсона не стоит. Мега появилась. Видимо, там Эш и кемперить пытаются. Полтинчик забрал. А, у него, видимо, его самого было не очень много хп. Хотя, странно, моделька вроде бы не кричала. Остаются верхние 25-ка. Но за нижний у нас спускается Килсон. Красный появился. Полтинчик ждать бессмысленно. Почему не забрана вторая верхняя вот эта 25-ка? Для меня это просто загадка. Не настолько это какое-то там супер читаемое решение. И прям вот Эш бы пошел туда контролировать. Непонятно. Стейк слабый. Пополнять. Ну вот сейчас, наконец-то, пополняет. Здесь Килсон попадает рейлганом. Но это у него должно быть железно, как мы с вами помним. Сейчас будет мегахелс. Не знал об этом Килсон. Не знал. Полтишок лежит. До желтого еще 10 секунд. Красный. Красный будет за Эшем. Таймит он его сейчас 100%. Но неужели он хочет засплитить? Засплитил Айтим. И действительно, поровну, поровну мега с красным. Выходит через третий этаж Эш. Желтый появился, но Килсон вынужден отступить с него. Не забирает он его пока что. Зеленка с желтой за Эшем. И все. Контроль-то Килсон сейчас потерян. Хорошо сейчас тут пытается Эш продавить на зеленку. То есть вышел, подконтроливает и зеленый. Понимает, что Килсон сейчас на лалах. У него 70 хп всего. Красный появился мега-мега. Ну ты, что за крабство? Если бы он просто посмотрел, он по-любому там может успевать. По крайней мере, можно было подойти к краю и послушать. Но он даже не понял, что мега лежит. И оставляет мегу сейчас Эшу. И неужели, ну это смешно будет, если он собирается морозиться еще 6 с лишним минут, 5 с лишним минут, то это просто какое-то crazy германское, германское-неменское. Ну ладно, не будем продолжать. Пытается здесь отступить Килсон. Вроде бы это получается. Шарды, полтинник, можно тут. Причем надо было в абсолютно другом порядке. Сейчас можно нарваться на то, что Эш придет немножко. Может быть волнуется сейчас Килсон. 5-минуте, полтинник, можно тут. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Аккуратничает, аккуратничает Килсон. Получилось уже красное, как я вижу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. 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 со счетом 2 0 это ну слишком особенно для кьюра достаточно контактной карты но это не то что даже не свойственно дело не в этом а в том что просто ну нужно себя как-то обезопасить и при учете того что у него был контроль была возможность делать фраги это просто сверх странно то что он сделал но пытается пытается прорваться всеми правдами и неправдами попасть в финал против эвела против этой машины машины зла если смотреть по нику это конечно хороший гг бтв че значит бтв красавец начинается вторая карта поехали киллса у нас то там и закрылся смотрели давайте присмотреть заешь минус аж второй раз лол лол вообще же снег в пролаге сейчас умерешь наш даже не останавливает игру просто не парится жестко между прочим сейчас можно на сайлансе затерпеть даже тупо из-за этого лага и вот и и и и и и и и и быстренько быстренько и дать что-то не очень sinister кстати sinister может взять эш да бомбанул но тяжело тяжело играть как в такие вот игры да и блин сайланс этот еще дебильный зря зря не выиграл эшк юр это очень зря еще плюс этот пролаг вначале зарешал прям давай виталий мы болеем за тебя бомбил зачем отошел акилсон уже вторую карту отжал лол мне кажется да что сейчас sinister должен кстати sinister должен брать у нас эш будем смотреть карту за киллс давайте мига за эшем хорошая за него респаун выходит на ред выходит через руки джам все четко зачем то там руки джам сделал эш по моему что-то не очень понятно что-то стеклу киллсона нападает он здесь на мегу заранее 10 секунд еще между прочим красный будет с красного если грамотная распрыгая из быстро короче за три секунды можно успеть не выходит здесь эш я понимал киллсом что нападать будет именно со стороны красного эш и заблокировал очень хорошо гранатами зазонил неплохо вроде прошавтил на воде пытается бороться киллсом естественно это невыгодно ракетами неплохо подстрелил пока посадочка неплохая сейчас от эша ну минус киллсом должен быть 2 хп мигу забирает лол ну добей уже его что за как на кьюри прямо одно и то же ну что происходит добивает добивает все же эш на лох этом 53 хп возвращаемся на киллсона верхнем желтом сейчас киллсом не попал эш не попал удивительно естественно то что попал киллсом то что не удивительно что эш не попала как бы вероятность все-таки киллсона попадание очень велика это же человек рейлган вы же сами знаете что я вам говорю мига с красным в одно время на мигу приходит уже виталий отлично и на красный он может сейчас успеть хороший под контроль и рейлган ну блин жесткий рейл и неплохой подконтроль действительно по правой стенке там проходишь соответственно в правую стенку оттуда снизу стреляешь и вот такой вот дэмэдж наносишь да вот так вот на нежданчике такие вот прострельчики этим полезно смотреть игры будут игроков высокого уровня потому что они знают эти прострелы они используют используют активно посмотрел понял пришел убил именно такова должна быть ваша логика красный за эшем пытается напасть через полтос плохо плохо здесь не пошло нападение сразу киллсом врубил шафтецкий достаточно много продамажил эша когда тот был на втором этаже но вот на этом не на втором этаже она подъеме отличный рейл от киллс на красный появляется красный есть пытался базукой прострелить видимо по таймингу там можно прострелить если вы знаете примерно где находится оппонент желтый за киллсоном и смотрите киллс он-то отжимает здесь отжимает мегахеллс это самое важное потому что сотка армора у него и так есть чекает чекает kills пытается аккуратно сыграть нет здесь эша на мегу спускается и лол и блин как же так я не услышал не услышал прыжка сверху не услышал как к нему подпрыгивает киллсом блин 200 на 170 это потеря полного контроля сейчас для эша то есть совсем все плохо становится для него на этом желтом очень хорошо принимать киллсом загоняет его за колонну упрыгивает вроде каким-то чудесами шну не дамажит очень мало дэмэджа наносит своими базуками и 100 на 50 остается стеку киллсоном смещаться он будет сейчас конечно же на красный попытка попытка здесь отэши задержаться но минус минус 21 повел кингсом мега за эшем не получилось у него здесь подрелить пытается пытается он найти уязвимое место сейчас сэш но и за уязвимое место находит киллсом и конечно неприятно такую базуку через решеточку она конечно супер расчетливая хорошее попадание от киллсона правда стейк сейчас небольшой 80 на 70 нижний желтый не подконтролил его виталия виталий какой-то неправильный произношение имени от меня красный красный за эшем хорош 80 на 90 верхний желтый за киллсом красный лежит нет это слава богу эш здесь забирает встречается достаточно близко не успевает сразу вот не сориентировался вроде бы выходил поджидая но не смог сориентироваться в нужный момент вот сейчас в чем была проблема 100 100 стеку киллсона до миги остается ровно секунда мига уже появилась мы будем пытаться принять здесь как хорошо сейчас для попала базука но все равно директ залетает не получается подрелить немца у игрока сборной россии нельзя сказать команды 102 до обмен по рейла 50 на 50 и можно попробовать продавить полтинника нету хороший шанс сейчас для еще выходит достаточно далеко не уверен я что можно по джамперу зайти по джамперу наверно отлетишь но в любом случае мига сейчас появляется и неправильно сейчас приоритет расставляет киллсом красный достанется кешу и стек у него станет скорее всего 200 на 200 или минимум 200 на 150 чем на 150 нижний же забрал блин да ну да ну ладно в любом случае верхний желтый сейчас появляется и смотрите 170 170 месту киллсона хороший стек час х пули можно было подобрать не мелочится встречаются здесь перед телепортом каждый раз сэш не готов уже который раз мы видим что встреча с киллсом для него на каким-то сюрпризом каждый раз оборачивается это совершенно неправильно нужно что-то делать с этим мыши 21 у нас я напоминаю счет остается три минуты до конца этой карты действительно непонятно где рж сейчас что он делает почему он не атакует почему он не подлавливает немцы понятно же что если ты забираешь нижний желтый красные мега кто где может тусить немец это вопрос на миллион просто почему здесь этот желтый под рейливает под рейливает очень хорошо киллсом держит дистанцию грамотно перемещается грамотно мувится и нападает смотрите сейчас может продавить до красного и все минус минус сейчас будет хотя не смотрите стек то вы киллсом самого слабый полтишок полтишок здесь конечно становится критичным для эша то есть уже продавить не так легко мига лежит между прочим понял понял немец это вы видели что прыгал он на левый значит забыл в первый момент и я надеялся что не вспомнит но вспомнился киллсон приходил в любом случае конечно же по верху бы пошел прочекал бы мегу но если бы через телепорт в это время ворвался бы эш была бы у него возможность побороться за эту мегу три секунды до красного будет ли врываться эш не будет уже все уже понятно верхний желтый аэша нет поздно поздно залетает и отдаются как так он столько контролил всего и такой слабый стек у него был хотя это с одной стороны с другой стороны весь дамаг который киллсон получал эш не успевал компенсировать за счет хп потому что полкишок то проходе полкишок в проходе минус сэш еще раз блин и счет становится мне кажется близок к тому чтобы стать по картам таким же каким сейчас он является и на этой карте что же осталось одна минута пытается здесь на пасте что если сейчас он нападет виси продает это фактически означает что всю игру вообще непонятно чем занимался и почему-то морозился не нападает здесь эш блин ну как же так подреливай подреливай здесь Килсен я уверен что Килсен тоже нелегкий вовсе игрок кстати с Килсен у меня тоже играл играл на Германии и проиграл он что-то типа 20 там к двум или что-то типа того короче салат раскатывает бомбит и делает фраг Виталий 30 секунд остается до конца ну давай попробуй дядь ну на красный приходит Килсен если сейчас не здесь не за телепортом то грусть печаль сейчас надо врываться нет это похоже на гг это похоже на гг вот если сейчас было бы 2 то нужно было бы реально ускоряться а здесь остается 10 секунд все гг уже не догнать gg что ж 3-0 3-0 по картам второй полуфинал такая вот петрушка ребята